Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как избавиться от приступа гребности и навязчивых мыслей? Спрашивает автор. Непонятно, не совсем понятно, автор, мужчина или женщина, вот, как вам обращаться. Вот, я думаю, что такой вопрос вы могли бы вполне просто вбить в поисковике, да, и все, вам бы, ну, пришел бы какой-то ответ, и вы бы почитали, вот. Значит, избавляться от ревности и навязчивых мыслей, на мой взгляд, не нужно, потому что за этим, как мне кажется, скрывается ряд потребностей, вот, ваших. И я думаю, что было бы вполне гуманно по отношению к вам как-то вот преследовать лучше, что за потребности имеют место быть, да, и чего вам хочется, как вы, вот, ну, относитесь, да, как вы воспринимаете, как вы обращаетесь с тем, в общем-то, чего вы хотите. То есть, ну, например, да, допустим, вот, даже ревность, вот, чего вам хочется, да, и, значит, в чем вы нуждаетесь, ну, в этом, в этом контексте. Вот, то есть, тут, ну, тут, вот, такие моменты, и, вот, на это, в первую очередь, нужно обратить, обратить ваше внимание. Значит, ревность связана, в первую очередь, с тем, что вы обесцениваете себя и партнера, вот, подводите все к, значит, ну, столько ли еще, вот, такой, такой, знаете, итерации, опять же, пола, вот, гендера, по сути, то есть, когда говорится, что вот, там, ты, ты, там, будешь только моим или только моей, никому, ты больше не принадлежишь. Вот, естественно, такое, вот, предметное отношение к себе и к, ну, к партнеру. Это, в первую очередь, предметное отношение к себе и к партнеру. А во-вторых, во-вторых, это, вот, ну, знаете, как, вот, такое желание, да, обладать, вот, то есть, ну, то есть, вот, хочется, хочется обладать, там, человеком, да, например, вот. Вопрос, на мой взгляд, заключается в том, для чего, для чего обладать? То есть, то есть, что вы чувствуете, да, что вы ощущаете, когда, вот, ну, обладаете, вот, когда есть такая, эм, эм, когда есть такое, такое состояние, скажем так, у вас, да, что вы, ну, что вы обладаете, эм, кем, ну, в данном случае, вот, эм, партнер. Эм, дальше, эм, дальше, эм, навязчивые мысли, эм, навязчивые мысли, в общем-то, в общем-то, э, свидетельствуют об определенной, также, потребности, вашей, и, соответственно, эту, эм, потребность, желательно, желательно раскрыть, эту потребность, эм, желательно, эм, желательно реализовать, и навязчивые мысли уйдут, вот, потому что навязчивые мысли возникают именно, именно, вот, в этом смысле, в этом смысле, э, в связи, э, с тем, вот, что вам, вот, собственно говоря, э, хочется. Хочется, просто, э, просто хочется, ну, вот, и, ну, нужно это исследовать. Нужно это смотреть, потому что бороться или избавляться от навязчивых мыслей в данном случае, означает как раз игнорировать в целом свои желания, игнорировать в целом то, что вам важно, то есть какие-то важные для вас вещи, и в общем и целом, на мой взгляд, ну абсолютно ничего хорошего из этого получиться не может для вас. Поэтому вот какая-то, какая-то такая здесь история, какой-то такой момент. Вот и соответственно в этом ключе я бы рекомендовал вам двигаться. А вот, ну самое лучшее, самое лучшее, что вы можете для себя сделать в этом смысле, это пожалуй начать психотерапию, психотерапию, да, и вот заниматься терапией, заниматься терапией. вот, и соответственно я думаю, что результаты, да, не доставят себя в этом смысле, в долгий штат. Вот, и я думаю, что вам будет легче, проще легче. Вот, как-то так, я бы сказал. На этом все, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно, вот, а значит, желаю вам всего самого доброго, до удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится, всего самого доброго.